МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Преоритетным напрямком малозежной политики з'является продоставление якосной эдукации. Яскравый приклад поспеховой работы у ГЭТЭМ демонстрирует Гандлёвый экономичный университет с поживецкой кооперацией. И он признанный лидером Украине по дистанционным навушанне. Отримливать тут адукацию студенты могут у любым пункте света, маючи только гаджет с выходом у интернет. Дистанционное навушанне сегодня приравновано до завошного. Першие студенты были залишены на эту форму в минулом годе. Тогда их было 80, а селета в полтора раза больше. Причем первоважная шастка за межные грамадяне. Это, безусловно, инновационные технологии, за которыми будущее. Мы посмотрели, чем и как работает университет, посмотрели его историю. Дальше, безусловно, мы посмотрим еще и ряд других университетов. Но, на мой взгляд, уже напрашивается вывод, что наша прогрессивная молодежь в год молодежи особенно делает будущее нашей страны. Початку сессии так само обмерковали пытание патриотичного выхования. Одно из важных направлений – пошуковая работа. Все лето гомельские студенты раскрыли широк имен у дельников Великой Отчины войны. Новые прозвищи уже занесены на мемориальные дошки в местах похования. В этом и других вопросах поддержку молодежи оказывает держава. За первой погоде больше как 107 отримали ее в решении жильевой проблемы. Кроме того, заключено 35 договоров о предоставлении субсидов для предпринимательской деятельности. Процелоткована больше как тысячи человек. В Беларуси протягивается передвыборная агитационная кампания. В Гомельской области заявки на проведение массовых мероприемств и встреч с выборщиками подали доверенные особы трех кандидатов у президенты. Как поведомили в областной комиссии по выборах президента, в регионе аккредитовано больше за 2500 национальных наглядальников. Так само мониторанных выборщика процессу ожитявляют три группы назиральников АБСЕ и один представник ВКНКМ СНД. Гомель наведали представники АБСЕ на шале со специальным координатором миссии короткотерминовых назиральников Кентом Харстетом. Подчас встречи областной комиссии баки обмерковали пытания, которые связаны с подрыхтовкой и проведением президентских выборов. А кроме того, Кент Харстет сустрелся с кировницей Гомельского Гарва Конкама. Основные вопросы, которые поднимались в ходе разговора, это о том, чтобы более активно в работе комиссии принимали участие все представители всех политических партий, вопросы гласности, открытости при подшлете голосов, но другие вопросы связаны с уже ближайшим проведением непосредственно выбором работы наблюдателей на избирательных участках. У Гомельска в области назвали лепшие первичные профсоюзные организации региона. Пераморцев вызначали у каждой галине. Кто отримал дипломы, ведая Олег Синцерову. Колькость членов профсоюза в коллективе, организация работы по охове праце, социальное партнерство, потребование для всех профсоюзных первичек однольковое, али отповедать им отримляется пеш за все там, где коллектив сгуртованы, а экономичные пакашчики становчие. Добрский фарфоровый завод в этом сенте один из лепших прикладов. Правда, до поспеху пришли не одразу, и шлях в этой оказался непростым. Коли в 2006 вы решили почать модернизацию, то за новую пешу необходимо было заплатить сродки суправнальные за всем статутным фондом предприемства. У вынику неудачи Добрский фарфоровый стал бы банкрутом, али ризык оказался оправданный, и уже в первый год эксплуатации нового обсталевания, с поживания газа снизилось омально 60%. Закономленные сродки дозволили реализовать новые инвестпроекты. И теперь завод один из ведущих вытворцев фарфоровых вырубов у СНД. У розные месяцы Добрский фарфоровый завод накировывает на экспорт от 65 до 80% вырубляемой продукции. Сирот партнеров Румыния, Германия, Ливан, Азербайджан, Казахстан, и, зразумелая Россия, на белорусско-российском форуме, який в этом месяце прошел в Сочи, заключен ящеден контракт на наступный год. Его кошт 160 миллионов российских рублев. Добрский фарфоровый предприемство, якое не проводить так званую оптимизацию колькости працующих, а навод набирая новых работников. Вытворчие поспехи тут у Вогли становшим чином отбиваются надеянности профсоюзной организации и реализации социального пакета. У местовой первисты кажутся, что готовые у Вогли займаться усими пытаниями, какие хвалюют работников. Навод, коли это течется у сего некаких человек. Ко мне обратилась одна наша работница, она сама недобрушская, она Сашгуни, это недалеко деревня. Она попросила, нельзя ли сделать так, чтобы маршрут транспорта, которая добирается до работы, пролегала мимо фарфорового завода. Потому что маршрутка заезжала через другую часть города, и ей еще нужно было пешком как-то добираться до самого завода. А все, я позвонила, договорилась с начальником автобазы, поменяли маршрут, и теперь всем удобно. Раз в некольких годин правосоюзная первичка Добрского фарфорового отрымливает диплом переможца и областного огляда конкурса. По слову организатору, вызначить лепших все это в околе было непросто. Зараз у Гомеска в области 3500 первичных организаций, а выбрать необходимо было только по одной ухоженной глине. У вынеку сирот лепших, профсоюзная организация середине школы номера 11 города Светогорска и белорусского металлического завода, управление внутренних справ Гомеска Аблоконкама и Гомеской меблевой фабрики «Прогресс». При этом областном объединении профсоюзу звертаючу вагу на той факт, что колькость первичек повеличивается, все это створать их, пачали навод на шмат яких приватных предприемствах. Все больше люди убеждаются, что необходимо, чтобы была организация, способная прийти на помощь, помочь, где-то подсказать, где-то необходимо и защищать, я имею в виду и в юридическом, и в правовом плане. Поэтому, наверное, и вот те процессы, которые проходят по реформированию экономики, они тоже подталкивают. Я могу привести немало примеров, когда в частном бизнесе уже появляется стабильное, причем самое интересное, со стопроцентным охватом профсоюзным членством. Олег Сентюров, Вадир Игапанько, телерадио компания «Гомель» с Добрушем. У Гомеля подписана программа супрационниства по межобластным управлениям эдукации и Гомельская, так само Туровская епархиями Белорусской православной церквы. Программой вызначены суместные мероприемства, которые будут реализоваться по 2020 год. Под часу рашистской встречи ей удельники означали, что подписание договора является протягом добрых традиций, которые существуют уже не один год. Дарыш и первый такой договор был подписан еще в начале 2000-х годов. С того часа суместные мероприемства проводятся регулярно. У широких школ маются православные классы, а в областном институте развития эдукации деничуют тематичные курсы для самих наставников. Начальник областного управления эдукации Сергей Порошин выказал подяку за допомогу профилактиции гибели и травматизму детей. Под час обвострения этой проблемы священнослужители проводили тлумашальные гутерки с приходжанами. У свою чергу епископ Туровский и Мазирский Леонид у знагородзе у кероника системы эдукации медалем епархии за уклад о духовно-моральном выховании наученцев. Отрадно отметить то, что по инициативе учителей и совместно с родителями в школах сегодня проводятся духовно-нравственные лекции с участием Белорусской Православной Церкви. Мы это приветствуем и видим, что все эти усилия направлены именно на правильное формирование личности. Духовность, которая должна сегодня развиваться и которая должна прививаться с юного возраста каждому человеку, вот этот договор и дает нам такой пошаговый, стойкий пример ведения доброго дела. У Гомеля открылась выстава «Ленинградская блокада» у фотоздымках Бориса Кудаярова. С фонда удержанного музея истории Санкт-Петербурга здымки опынулись на стенах у областной библиотецы имя Ленина. Борис Кудаяров – один из самых вядомых советских военных фотокорреспондентов. Усе 900 дзем блокады он провел у Ленинграде як репортер газеты «Комсомольская правда». Больше за 3000 документальных здымков он зарабил под час войны. 100 з них зараз можно убачить у Гомеля. А кроме того, экспозиция Бориса Кудаярова дополнена графичным триптихом Валентина Ягорова «Блокадный дзенник», який Гомельской библиотецы подарил сын Мастака. Это единственное произведение, которое создал Валентин Ягоров о войне. Причем он взялся за эту тему только спустя 20 лет. И на этом по колюсе разведем подей, сошите по наших выпусках. А я с вами развитвуюся. До повышения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова